Свой визит к Владимирским врачам Владимир Сипяги начал с обхода бережливой регистратуры. Она в поликлинике работает с прошлого года. Новая система создавалась для того, чтобы сократить очереди пациентов для записи к врачу. Теперь родители просто берут талон в регистратуру и записываются у оператора на свободное окно. Систему решил опробовать на себе и губернатор. Талончик к оператору получил, а вот записаться к эндокринологу с первого раза не получилось. Сейчас вы говорите. На сегодняшний день. Нет, не на сегодня, конечно. Я хочу записаться на последующий день. На каком ближайшее время? Один просто врач в отпуске? На каком ближайшее время? Да, ближайшее время. На декринологу. Сейчас посмотрим. Ничего страшного. На 8-му, на 25-е число. И если бережливая регистратура отвечает всем современным нормам, то на верхних этажах капитального ремонта не делали давно. Главврач УДКБ рассказывает, больница была построена еще в 1977 году. С тех пор уже и санитарные нормы изменились. А врачам работать приходится прежних стесненных условиях. Патологии новорожденных и недоношенных у нас детки лежат без мам. Да, мы нарушаем закон. А как мы тогда сделаем так, чтобы мы вылечили их всех? Если мы разместим родителей вместе с детишками, то сразу же мы будем вынуждены отодвигать детей и оставлять их в Александрове, в Муроме, в Гусе Хрустальном, там где есть у нас нотологические коки. А у них нет тех кадров, которые у нас здесь есть. Кстати, о кадрах. Медиков в области по-прежнему не хватает. Губернатор уверяет, об этой проблеме знает не понаслышке. Сам многодетный отец по поликлиникам ходил. В регион молодых специалистов пытаются привлечь с помощью подъемных денег. Но у молодежи мало, что среди врачей, что среди младшего медперсонала. Мы понимаем, что порядка 50% в первом случае и 40% во втором – это люди предпенсионного, пенсионного возраста. Очень уважаю опыт, знания. Но понятно, где же молодежь тогда? А молодежь, понятно, нет медицинского учреждения. Мы тоже сейчас думаем по этому поводу. Уже есть свои наработки определенные. Хотя, несмотря на небольшой промежуток времени, работаем по этому вопросу. Чтобы привлечь кадры в регион, нужен не только медицинский вуз. Ведь молодежь потянется работать, когда будут условия труда. А сейчас филиалы городских поликлиник – это квартира на первых этажах жилых домов. Кто же туда работать пойдет? Мы неоднократно обращались в городскую администрацию, писали письма о том, что нет условий. Врачи-то приспособятся, они и на табуретки примут пациента. Но там некомфортно, там очень душно. И уже о чем говорить, если даже дети с ограниченными способностями, они туда не смогут прийти. Там нет возможности на коляске, например, заехать. Ну, теснота. Есть проблемы и в новом перинатальном центре. Оборудование там хорошее, но вот амбулаторного звена нет. Наблюдать роженец заранее специалисты не могут. Некоторые депутаты ЗАГСобрания даже написали в администрацию области письмо, чтобы звание перинатального центра у медучреждения отобрали. Но чиновники доказывают, высокий статус роддома номер один присвоили не зря. Тем более учреждение будет еще развиваться. Да, нам нужно развивать конкретные службы. Безусловно, конечно. Нам нужно еще закупать недостающее оборудование. Нам нужно, прежде всего, обучать специалистов. Поэтому отдельная программа по направлению родовспоможения и детского здравоохранения, она будет, и мы ее будем реализовывать. В РИУ замгубернатора по соцполитике Марина Чекунова пообещала решить проблемы комплексно. Например, чтобы пополнить кадровую базу медиков, чиновники займутся вопросом выдачи соцжилья. Врачам в области его давно не выдавали. Рассмотрят вопрос повышения зарплат.